Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем накануне открытия второго съезда Российского общества политологов с организаторами и участниками, естественно, этого съезда, сопредседателем Российского общества политологов, профессором заведующим кафедры и деканом факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станиславом Германовичем Еремеевым и исполнительным директором Российского общества политологов, доктором политических наук Игорем Ивановичем Кузнецовым. Спасибо, что нашли время, несмотря на все организационные подготовительные хлопоты, поговорить, побеседовать. У меня вопрос по нашим президентским выборам. Понятно, политологам, профессиональным журналистам, нашему сообществу, что фактически мы сейчас вот-вот на порожке начала очередной и очень значимой, возможно, во всяком случае в теории для страны, кампании этой кампании по выборам президента Российской Федерации, которая назначена на 2018 год, на тот год, когда у нас будет чемпионат мира по футболу, и наша сборная преподнесет подарок, возьмет какие-нибудь медали. Ну, мечтать не вредно, я же могу позволить себе помечтать. Так вот, с точки зрения профессионального сообщества, политологического, чего здесь можно сдать? Вы простите, я упрощу вопрос вот до Нильзы, да? Мы видели, многие в России, по-моему, с азартом болельщиков, я на спортивную тематику съезжаю, да, наблюдали за тем, какая схватка идет в США между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Вот она вся системная, он весь себя внесистемный, он ломает барьеры, крушит стены, и он в конце концов оказывается... Вы к вопросу о спектакле, да? Нет, 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 нет. И это, при всем при том, я как раз не хочу сказать, что с моей точки зрения это не было спектаклем, это было борьбой, по крайней мере, двух воззрений или двух сил, одна из которых, очевидно, всем, да, если говорить про господину Клинтона, вторая, вот этот вопрос интереснее. Но я бы хотел спроецировать ситуацию на нашу родную страну. Ведь не является большим секретом или является секретом Полишенеля, что в политических, и околополитических, и политологических кругах всерьез сейчас обсуждается вопрос, а кто, собственно говоря, я уж не говорю, составит реальное соперничество? Кто хотя бы будет выглядеть в роли приличного спарринг-партнера в 2018 году на выборах, на которые 99,9 из 100 пойдет Владимир Владимирович Путин? Каков политический ландшафт с вашей точки зрения вот в этом контексте? Что? Кого мы подготовим? Отвлечем от экологии Сергея Иванова, которую там убрали временно? Может быть, поменяем пиджак академику Глазио? Есть вообще какая-то фигура? Что происходит? Мне кажется, вот в вашем вопросе заложена очень часто бытующая ложная точка зрения на задачи, которые решает та или иная политическая система. Не случайно, когда мы проводили большую международную конференцию по проблемам устойчивого развития, устойчивого развития политических систем, мы четко и раз для себя пришли к очевидному для нас, по крайней мере. Заключательным. Надо всегда сравнивать, это один из главных принципов науки, сравнимые. У российской политической системы есть круг своих целей и задач. У американской политической системы свой круг задач. И при всем том, что мы живем на одном общем маленьком шарике, мы абсолютно разные политические системы. Более того, и у нас разные экономики, у нас разные проблемы. Извините меня, у американского парня из Оклахомы один круг базовых проблем, у нас другой. Я сейчас верну свои мысли. Поэтому говорить о каких-то искусственно придуманных соперниках надо исходить с другого. Есть на сегодняшний день реальность. Мы с вами прошли сейчас через целый избирательный цикл. Мы избрали с вами Государственную Думу, Российский парламент. Мы провели региональные выборы, до этого были местные выборы. У нас в целом ряде регионов сменились главы регионов. То есть прошли. И в рамках этой повестки для нас со всей очевидностью сформировался круг проблем и задач, если хотите, запросов, которые формируют российских гражданин. И по большому счету для большинства граждан Российской Федерации важно не то, сколько их, этих претендентов на пост, высший пост нашей страны, президента Российской Федерации, а важнее другое. Какую жизнь ему предложит тот или иной человек. И мы с вами видим... Вот смотрите, я сейчас подпишу свою мысль. Вы помните реакцию на выборы прошлого избирательного цикла, так называемого «Болотная»? «Болотная», конечно. Власть сказала, вы хотите, чтобы было много партий, мы проведем политическую реформу. Чему это привело? Мы с вами либерализовали законодательство до такой степени, политическое, что это привело к тому, что разводилось огромное количество партий-семюляков. Но это ведь тоже прием. А это симуляки. А вы хотите, чтобы мы сейчас довели новые симуляки? Прием, который использует власть. Если власть, очевидно, зафиксировала, а большинство граждан Российской Федерации это подтвердило, что большинство наших сограждан хочет иметь сильную, авторитетную личность во главе страны, и эта личность пользуется популярностью, то поймите, заставлять кого-то участвовать в выборах в виде претендента на должность, понимая, что ты стартово имеешь нулевой рейтинг. Ну, посмотрите, сегодня, когда мы берем рейтинги всех известных политиков Российской Федерации, при всей условности рейтингов. Я возвращаюсь к тому, что я ведь не говорю об эксперименте ради экспериментов. Вопрос так не стоит. Я не говорю о том, что мы должны вывести на авансцену одного клоуна и одного реального, скажем, государственного деятеля, и потом наслаждаться. Хотя, если мне не изменяет память, само законодательство предполагает, что выборы должны быть на альтернативной основе. Так что, хотим мы или не хотим, а кого-то... Так что? Сама жизнь реально... Я всегда говорю, не надо торопиться. Мы живем в динамичной картинке. Ситуация меняется, конечно. Поверьте мне... Я поэтому вас и допытываюсь, как у политологов, которые предвидят эти два года впереди. Что будет? Я знаю одно, что выборы будут. Я уверен, что в соответствии с нашей Конституцией те или иные политические силы для себя сделают вывод и что-то предложат. Например, что происходит сегодня в так называемой несистемной оппозиции. Сегодня они, анализируя свой провал на прошедших избирательном цикле выборов в Думу и в ЗАГС собрания, сегодня пытаются понять, что они могут предложить, какую повестку. Посмотрите, что происходит. Я ничего не могу предложить. Ну, это вы сами тогда отвечаете на свой вопрос? Нет. И поиски идут. Вопрос в другом, на самом деле. В рамках существующей политической власти сегодня предложена интересная модель. Мы часто об этом как-то не говорим, может быть, не замечаем. Посмотрите. Созданы соответствующие структуры при президенте Российской Федерации, задача которой учесть существующие разные повестки. Работа Кудринской команды. Это один вариант. Работа комиссии по экономическим реформам во главе с Медведевым. Есть предложение, которое вы озвучивали, которое идет от Академии наук, ну и так называемых академиков, экономистов. Это Столыпинский клуб. И вот многовариантность этих подходов, наверное, приведет к тому, что у нас будет набор тех или иных предложений, если хотите, сценариев будущего. И в зависимости от динамики изменяющего мира, ведь есть вещи, которые сегодня, в 2016 году мы с вами можем только представлять, а что жизнь нам преподнесет, это, увы, будет реальность. Как с вашей точки зрения, Игорь Иванович? Мне кажется, что все-таки предвидение, прогнозирование, немножко разные измерения. Мы все-таки пытаемся исходить из тех инструментов, которые есть у политической науки. Мы говорили с вами, что есть возможность строить экстраполяции, использовать принципы аналогии, сценарировать, как-то представлять. И интуичить тоже мы с вами до эфира говорили. Интуиция штука тоже неведная. Есть неполе чем. Конечно. Есть неплохой опыт наших ученых отечественных. Причем это не сегодняшнего дня. Этим давно и прочно занимаются наши коллеги. Но если отвечать на тот вопрос, который вы поставили, а что будет, по существу, речь нужно вести, с одной стороны, о правилах игры. Насколько они стабильны. На мой взгляд, очень стабильны. Они меняются. Показали жизнеспособность определенных институтов. Есть дисфункции некоторых институтов. Это тоже заметно. И вторая часть вопроса – это люди, личности, наполнение этих институтов. Но есть и второе. Есть и второе. Это разрыв между победителем и всеми остальными. Электоральная база победителя. Здесь тоже были разные примеры. Тот же 1991 год – уверенная победа Бориса Николаевича с первого захода в первом туре над главным оппонентом Рыжковым. И победа, но во втором туре – 1996 год. В системе, которая не гарантировала изначально такой победы и далась не просто напряжение. В данном случае, если мы говорим о горизонте 2000-х, о компании, которые у нас проводились, проходили в 2000-м, 2004-м, 2008-м, 2012-м и дальше, они демонстрируют свойства упрощающейся политической системы. Сама выборная механика, технология уже прижилась, востребована. Это не вызывает серьезнейших потрясений, как можно было бы представить. Ну и я уверен совершенно, что одно из отличий нашей избирательной кампании от любой кампании на Западе, в Америке – меньшая театральность. У нас тоже хватает ипотажных заявлений. У нас один специалист – Жириновский. Да, но посмотрите, американские выборы, где только два кандидата попадают в фокус внимания, а два других, которые тоже фактически… Да, итальянская партия. А про них говорят ровно то же, что вот Станислав Германович говорит про наших, а что им выдвигаться, у них нулевой рейс? Они участвовали в фокусе. В отличие от американцев, у нас все кандидаты попадали в фокус внимания общенациональных СМИ, о них знали граждане. Я уверен, что если вы сейчас, так сказать, поинтересовались бы мнением среднего американского избирателя, далеко не все обращают внимание на этих кандидатов, спойлеров. И еще один очень важный момент. Вот правило, да, обновление элиты, обновление политического класса. Действительно это происходит, несмотря ни на что у нас в составе кандидатов, которые идут, пытаются регистрироваться… Более чем 50% по Госдуме, например. Да, обновление есть. Значит, вот фиксируя эти тенденции, конечно, в ближайшее будущее, вот мы смотрим с таким осторожным оптимизмом, действительно происходит обновление нашей политической элиты. Не только на уровне депутатов, исполнительной власти. Мы видим, как это обновление происходит в корпорациях крупных, да, на уровне таких политически значимых блоков, которые существуют в общественных движениях, да, значимых общественных движениях. И даже в аппарате президента Российской Федерации. Да, конечно, даже в партиях мы это видим. Есть серьезное, существенное обновление. Хотя, казалось бы, там такие давно существующие мастодонты, которые… Если не считать ЛДПР и КПРФ, да. И там появляются новые элекции, посмотрите, там очень много молодежи. Молодежь немножко подтекла, да, это правда. Уважаемые телезрители, сейчас немножко о Трампе. Вы упомянули сейчас, Игорь Иванович, о театральности. Вы немножко раньше тоже, когда я задавал вопрос, сделали предположение, не спрошу ли я о спектакле. Так, ну, давайте я спрашиваю. Театральность, спектакль или все-таки нет? Я бы все-таки уточнил, я немножко в другом контексте говорил. В Штатах есть и элемент вот этой нарочитой театральности, да, связанной с публичными приемами. Посмотрите, какая замечательная была тусовка с участием Хиллари и Дональда, да, когда они острили. Нет, нет, это был прием, на котором они обменивались, так сказать, колкостями в таком великосветском стиле, в свободной манере. Лучезарно друг другу улыбаясь при этом. Конечно, замечательно, это интересно, это вызывает внимание даже у тех, кто, так сказать, к политике никогда особого, так сказать, пиетета не испытывал и внимания не проявлял. Но и была реальная борьба. Мы это видим, это и на уровне программных заявлений, жестких позиций по таким ключевым вопросам, как судьба там национальной экономики, да, миграция. Это подходы абсолютно принципиальных, стратегии, да. Это к вопросу, какую Америку хотят видеть завтра, да. Одни говорят, и Трамп отражает эту точку зрения, давайте займемся внутренними проблемами. Давайте решим задачи создания новых рабочих мест. И, кстати, Трампу это принесло очень много голосов. Давайте вернем в Америку промышленную политику. Давайте уйдем от виртуальной экономики, построенной на курсовых играх. И политики, по большому счету, переноса всего и вся. Да. Санислав Германович, как звучит? Ведь 95% из того, что вы сейчас назвали вскользь, да, это все про Россию. Давайте займемся внутренними делами. Да, Трамп это наше все. Так все-таки, хорошо, Трамп победил во многом благодаря вот этим своим позициям. А вторую часть, на которую, на самом деле, мало обращают наши граждане, но, мне кажется, если мы проанализируем более глубоко, что побудило многих американцев, которые еще вчера были далеки от политической жизни, желания голосовать. Потому что вы знаете, что в Америке, в общем-то, количество людей, принимавших участие в выборах, всегда невысоко бывает в силу специфики системы, да, она стабильная. Это то, что Трамп затронул вопрос, который, на самом деле, глобальный вопрос. Глобальный вопрос базовых ценностей, традиционных ценностей. Семья, традиция. Извините меня, все эти сегодняшние неолиберальные штучки, связанные с папой, мамой, и как называть, и так далее. Это все достало среднего американца, человека из глубинки. Второй момент, что немаловажно. На самом деле, Трамп, и надо отдать ему должное, как человек, который понимает цену слова, и все-таки он хороший специалист в области того, что называется, медийности. У него масса проектов на эту тему есть. Он сумел донести свои основные лозунги, свои основные базовые программные тезисы до избирателей. Мне кажется, ошибка госпожи Хиллари Клинтон заключалась в том, что она нажимала постоянно только на одно, что Трамп не платит налоги. Для американцев, я понял, почему они выбрали такую стратегию. Это очень важно. И является марионеткой Путина еще. Да, но это, да, навязывание именно российской угрозы, это, как говорится, русофобия, очевидно. А Трамп ведь, он ведь тоже грамотно выстрелил в кампанию. Он ударил по Клинтон в той части, которая, говорит, надоело, что все решается. Да? Да. Не здесь, не сейчас. Каким-то кланом. Кланом, да. И второй момент. Для американцев, которые в своем правосознании прошли очень большой путь, да, обвинение Хиллари в том, что она на самом деле, я думаю, много очков принес Трампу директор ФБР. Вот те расследования, которые идут сегодня и продолжаются в Америке, связанные с нарушением страны Хиллари, вопросов связанной переписки, всего остального, это повлияло очень здорово для американцев. Ну и третий факт. В окружении Хиллари, как вы помните, ее помощница, деньги арабского мира, то есть иностранное финансирование сразу вызывает тоже вопросы. То есть, совокупность, нельзя свести все к одной причине. Это понятно, конечно. Но вопрос для нас в другом заключается. Мы так все с утра до вечера внимательно следили за американскими выборами, да. Конечно. На самом деле удивительно. Я приведу такой пример. В день голосования раздается в пять утра звонок дома у меня. Я спросу, не беру телефон. Брат родной спрашивает. Политолог, скажи, как ты думаешь, он выиграет? Я говорю, посмотри на время, на часы. Экономически. Как, с вашей точки зрения? Да, я думаю, что принимая вот такую позицию, да, мы как бы забываем о другом. Что все-таки в публичном пространстве шла борьба, борьба открытая, местами не очень честная, местами просто грязная. С точки зрения российского избирателя, ну и может быть тоже и американца, так очень непривычные вещи затрагивались, чувствительные. Но дело здесь в другом. Я думаю, что не должно быть иллюзий в отношении Трампа. Его программа, так сказать, действий в выстраивании отношений с нашей страной, с нашим лидером, с нашим президентом будет очень непростой. Очень тяжелая повестка, очень мощное такое напряжение, которое ощущаем мы и по большинству вопросов. Начиная от вопросов безопасности, да, региональных конфликтов, решения, так сказать, сюжетов, связанных с наследием вот этого периода распада Советского Союза, замороженные конфликты. И мы не должны ожидать такого быстрого, быстрой такой разрядки, да, которая может произойти. Очень хочется, чтобы это было. Игорь Ильич, мы понимаем, что романтизм в политике весь очень опасный. Да. И мы свои истории это знаем. А у нас еще романтиков многовато, к сожалению. И, конечно, на самом деле, мне кажется, главный урок, который для себя мы делаем, он заключается в том, что есть национальные интересы. И Трамп, как президент Америки, будет отстаивать национальные интересы Америки. Нам важно отстраивать свои национальные интересы. Другое дело, что это должно быть в поле не той жесткой, извините меня, опасной конфронтации. Ведь, посмотрите, практически администрация Обамы завела ситуацию того, почему многие наши граждане с таким интересом смотрели. Потому что люди волновались, как бы дальше эта конфронтация, учитывая русофобию, идущую определенных кругов, не довела нас до противостояния через прицел. Совершенно правильно. Потому что вот этот градус полемики, искусственно поднятый, разогретый, он, конечно, препятствует просто видеть наши общие интересы. Их немало. У нас, к сожалению, не такая большая, не такая широкоэкономическая повестка. Мы не являемся первыми торговыми партнерами друг друга. Это сильно осложняет наши отношения. Но это не первый год, это так сложилось исторически. С другой стороны, Соединенные Штаты, раньше Советский Союз, теперь Россия, всегда выступали гарантами таких серьезных вопросов, как безопасность, нераспространение ядерного оружия, предотвращение терроризма. То есть сейчас без сотрудничества в этой сфере мы можем прийти действительно к такому случайному эксцессу, спущенный курок, который может привести за собой цепочку действий необратимых и катастроф. Вот надежда на то, что сейчас будет трезвый разговор о национальных интересах в диалоговом формате, не через, так сказать, посылку кораблей, эскадр, нацеливание ракет, размещение батальонов вблизи границ. Разговор дипломатов, разговор лидеров, разговор откровенный, разговор, который может и должен, наверное, заканчиваться договоренностями, такими, которые могут быть основой для документов. Таким, которые могли бы, да, не случайно все сейчас вспоминают Ялту, дух Ялты. Да, 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 Ялта-2. Будет ли Ялта-2. Могли бы закрепить эти договоренности. И второе, о чем хочется надеяться, что могло бы стать в развитии, это доверие. Вот доверие лидеров, да, тут как раз фактор личности, они институту вступают в дело, это колоссальный капитал. Вот то, чего не было сейчас в отношении не только между нашими лидерами, да, наших государств, но и в отношении между европейскими лидерами, и, так сказать, вот это создавало и создает такие основания для жесткой силовой политики. Мы должны поговорить, наши лидеры должны поговорить о ценностях, да, не только об интересах, но и о завтрашнем дне, что мы оставим, там, через несколько лет своим детям. Вот это нужно возвращать. Это тяжелый будет разговор. Это тяжелый разговор, да. И на самом деле, мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами все, адресуясь нашим согражданам, да, для этого и существует журналистика, да, и вообще масс-медиа, пытались объяснять то, что понятно специалистам. Быстрых решений нет. Да, 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 да. Игорь Иванович, о чем Игорь Иванович сейчас сказал, связан с тем, что удастся ли лидерам двух государств при всех разности подходов и взглядов уважительно относиться друг к другу и вести, что называется, продвижение своих ценностей через диалог, а не путем того, что часто случается, когда... Два мачо, да. Да, да. Это непростой сюжет. И я, может быть, здесь пессимист, но мне кажется, нам будет сложно. Так же, как и американцам будет сложно, потому что Россия сегодня встала с колен этой реальности. Мы сегодня это видим. И сегодня, де-факто говоря, являясь одной из центров силы, вот признание американцами, кстати, одна из секций у нас будет посвящена вот этому многополярному миру, и не случайно мы так уважительно относимся к нашему отцу-основателю, почетному президенту Российского общества политолога Евгению Максимовичу Примакову, который написал, говорил очень много о многополярном мире, о новых реальностях. И эти новые реальности очень тяжело воспринимаются истеблишментами разных стран. И мне кажется, это путь, который придется пройти каждой стороной. Они тяжело воспринимаются истеблишментом стран-гегемонов. Ну, понятно. Никто никогда не хочет ничего терять. Остальные приветствуют, естественно. Я вынужден, наверное, на этом закончить свои вопросы. Огромное вам спасибо за разъяснение, за анализ. Мне остается только пожелать, чтобы второй съезд Российского общества политологов здесь, в Казани, в том числе в стенах Казанского федерального университета, прошел успешно, удачно, чтобы вы обогатили друг друга и политологическую науку в целом, чтобы ваши анализы и ваши экстраполяции были точны, интуиция вас не подводила. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Акцент». Я повторяю, меня зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова